Ну, история началась еще в районе 11-го года, когда был объявлен конкурс на продажу земли на нашей территории, вот нашей творовой территории. Вы сегодня вообще с инцидентом вышли, какой сегодня инцидент произошел? Сам инцидент произошел в том, что застройщик не имеет официально утвержденного плана застройки дома, и мы уже давно, не один год просим, чтобы в конце концов была проведена официальная защита этого проекта, и был проект этот утвержден со всеми официальными границами. Сейчас мы уже требуем вообще отмены того проекта, который был утвержден, как они говорят, застройщики. Поэтому они уже второй день как пытаются поставить забор на так называемой считаемой ими своей территории. То есть, а территория, это как бы складывается из той территории, которая была под сломанным домом, снесенным, и зеленой экологической зоной. Вот мы, по сути дела, сегодня и вчера отстаивали зеленую экологическую зону, потому что это было ими не куплено непонятным законам, непонятным правилам, и как они ее приобрели, совершенно непонятно. Потому что предупреждение экологов висит там у нас до сих пор, что стройка приостановлена, и территория относится к зеленой охранной зоне. Но это как-то для них совершенно не закон. У них закон только свой хозяин, который находится в городе Фрайске, господин Агекян. Со мной два сына и внучка, правонучка Алексеева, вон такая, моя внучка. Все семьей. Да, да, но не все, у нас семья большая. А что хотите ставить пикетом? А пикетом мы хотим просто в конце концов, чтобы администрация области, города, района приняла решение относительно этого проекта. Отмена этого проекта раз. А вторая у нас еще личная проблема, то, что мы два года находимся без управляющей компании. Никто в городе не хочет нас брать из-за всех этих проблем в управление. И вот сейчас одна управляющая компания согласилась нас взять в управление, так ей всячески строят всякие припоны, и управление это не дают. Поэтому у нас вот, поскольку мы не можем жить без управляющей компании, технические документы на наш дом и наши регистрационные карточки украдены, и мы даже в суд не можем подать, поскольку у нас нет официальных таких документов. Это уже два года. Или даже мы не можем вызвать аварийку, вот у нас оборвались провода электрические, потому что нашего дома, оказывается, нет на карте. А кто украл? Скажите, сегодня было какое-то силовое решение конфликтов, понадобилось вызывать полицию, очень много. Что там произошло? Ну, сегодня они пытались все-таки ставить этот забор, а мы не давали его ставить забору. Все весь к вам. Главное, мы принесли им, выдали решение управления объектов культурного наследия, наклеили им на забор, что не разрешается восстанавливать забор, передвигать. Они не слушают. Вот в результате получилась такая встреча. Чем закончилось? Кончилось с тем, что приехал глава администрации Нижегородского района, приехал зам полиции Уланов и, в общем, целый батальон Росгвардии приехал. Ну, вроде так, взошлись мирным путем. Но им жестко было поставлено, чтобы прекратить все работы. Ну, ваши на внешние действия сейчас какие будут? Ну, мы сейчас ждем, мы уже ждем решения администрации. Это решение администрации, причем областное, откладывается с месяца на месяц. Это решение должно было принято быть 28 августа, а сегодня какое? Там было три варианта. Либо, значит, предоставляет новый участок застройщику, либо застройщик переделывает проекты, представляет что-то новое, либо соответствующим образом просто уходит с этой земли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!